Всем привет! С вами Дмитрий, канал LEGO Crazy Motion и добро пожаловать на обзор спартанцев. Это не леговские спартанцы, это Китай, который нас радует своими подделками. В данном случае я абсолютно без лукавства говорю по поводу радует, потому что собрать большую армию спартанцев из леговских фигурок и фигурок очень сложно, так как это дорого и уже проблематично. Значит, на сайте Алиэкспресс, ссылка будет в описании, китайцы опять выпустили большое количество полезных фигурок. На момент, когда я покупал этих спартанцев, были римляне очень крутые, я делал на них обзор, были как раз спартанцы, были гладиаторы, были, по-моему, то ли шотландцы, то ли немцы. А сейчас, на момент записи, я посмотрел на Алиэкспресс, они выпустили еще дополнительно, еще римлян выпустили в виде тяжелой пехоты, выпустили, по-моему, кажется, еще каких-то спартанцев, выпустили каких-то центурионов. Короче, они дополнили линейку, сделали даже уже то, чего нет у Лего. Просто мега-мега круто, зачетно, спасибо, товарищи китайцы, просто выручаете на каждом шагу и по деньгам, и по наполнению, собственно, коллекции этой военной. Значит, давайте сейчас одну фигурку при вас открою, соберу, выглядели они все абсолютно вот так вот, купил я целый вот такой вот пак, здесь, по-моему, то ли 20, то ли 30 штук, пока для чего еще не знаю, буду снимать, про спартанцев не буду, это дело далекое, пока просто пусть будут для коллекции. Так, давайте соберем эту фигурку, и я расскажу про качество. Стандартная весьма для китайцев схема, когда в пакетике у нас идет фигурка, полностью разобранная на часть, вот, как бы, торсик без рук. Это хорошо, что здесь ходят ноги вставлены, обычно еще и ноги отдельно. Значит, слышите щелчок? Рука входит очень хорошо и крепко держится. Вот, по рукам вообще, как всегда, претензий нет. Руки очень редко у китайцев сделаны плохо. Так, кисть хорошо вошла, и вторая тоже. Значит, я сравнил всех спартанцев, которых уже собрал, и понял, что по качеству они примерно одинаковые. Значит, плащ сделан немножко странно, он разного качества с двух сторон. То есть, здесь как будто немножко бархатный, здесь вот немножко такой дешевый, глянцевый, скользкий. Я делаю вот бархатной стороной наружу, так, наверное, правильнее, красивее. Так, одеваем ему плащ, голову царя Леонида. Они все одинаковые, поэтому не важно. И копье. Здесь опять так же, как и у римлян, у меня попались копья со снимающимся наконечником. Значит, палка с дыркой и наконечник с выпуклой частью вставляем. И у нас есть копье, которое состоит из двух частей. Очень удобно в мультике, так же, как и с римлянами. При анимации показывают, что копье летит в человека. Раз, два, три. Кадр вот так. Потом без наконечника кадр вот так. И потом как-нибудь можно сбоку, сзади, наконечник торчит сзади. В общем, очень полезная эта фишка со снимающимся наконечником. У леговцев такого нет. Поэтому это опять плюс китайцам. Шлем. Значит, знаменитый спартанский шлем. И щит. Обычный, круглый, без рисунка. Вот. Так, у нас осталась дополнительно одна кисть. Практически у каждого есть дополнительная кисть. И все. Очередной спартанец готов. И может занять свое место в строю. В фаланге македонской. Почему спартанец должен занимать место в македонской фаланге, я не знаю. Ну, что можно сказать по качеству. По принтам. Давайте с принтов начнем. У всех практически один и тот же косяк. Не знаю, косяк это или нет. Но, как бы, и такое есть. Принт сандалии немного съехал вправо. То есть, видите, правой части касается, слева чуть-чуть пустовато. Вот. У всех абсолютно одинаково так сделано. То есть, вся серия, видимо, шла. Машинка печатала. Немного, но я даже не знаю, есть смысл за это минус ставить или нет. Меня это не особо трогает. Принт на груди. Достаточно четкий, красивый. Понятно, что там броня с рисунком тела, кубики и все такое. Щит. Проблема в том, что я с леговцем сравнить не могу. Потому что леговских я уже упаковал. И не могу рядом поставить и сравнить. Но мне кажется, что у леговского спартанца был щит чуть посветлее. Шлем отличный. Как бы сзади тут ничего. Все хорошо. Руки по качеству. Все супер. Все отлично. И кисти. Ноги. Проверяем. Ноги обычно слабое место. Но так, более-менее упругенько ходит. Вот это чуть послабее. В целом, ноги у фигурок, которые стоят в ряду. На крепкую четверочку качество. Пять не могу поставить. Потому что есть сбои местами. Где-то что-то расшатано. Но на твердую четыре. Может быть даже четыре с плюсом. Точно качество тянет. Итак, друзья. Вы просили меня показать вам спартанцев после римлян. Вот я показываю. Значит, всех я сейчас собирать не буду. Просто нет смысла. Потом каким-нибудь отдельно на полочку себе соберу. Но глобально по качеству фигурки хорошие. Играть с ними можно. Мультики снимать с ними тоже можно. Сценки уж вообще без проблем. Выглядят внешне очень хорошо. Качество достаточно надежное. Ссылка на них, на римлян и на другие паки, которые очень интересны по качеству. Все будет внизу в описании. Обязательно посмотрите. Я думаю, вы найдете себе что-нибудь интересненькое. Я же, наверное, с вами буду прощаться. Обзорчик у меня был короткий. Потому что сравнить мне просто не с чем этих спартанцев. Так что, все. Просто вам сообщаю, что они хорошие. У меня есть. И вам тоже рекомендую. Спасибо за просмотр. До новых встреч на канале. Всем счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok